здравствуйте дорогие телезрители и конечно подписчики канала youtube голова садовой тети тани вот у меня в руках как вы уже узнали это лук эта культура занимает нашей жизни в нашей еде особое место вот сегодня по особому мы подойдем к этому вопросу среди луков которые я выбрала конечно предпочитаю сладкие сорта но они хранятся только до конца февраля но их в салате ничем не заменить маринованный лук только из сладких сортов это и exhibition это алиса грейк это русский размер это глоба и еще парочка которых тут вот не представлена но кроме них есть луки которые посеяв их очень и очень рано можно получить хороший урожай вполне приличного лука луки которые мы покупаем головками так называемый сивок они тоже просто очень разнообразны и выбирая вы должны помнить что крупная фракция это на зелень средняя фракция и мелкая это на хорошую луковицу на головку есть много всяких условий как лук вырастить и что у вас получится но об этом мы будем говорить уже на огороде а сейчас речь пойдет не только об этих луках она пойдет конечно о луках которые мы любим например посмотрите лук-порей да уже нет таких участков на которых бы не встретился лук-порей потому что оказывается в этом луке собрано такое количество витаминов оказывается он такой вкусный и луковый суп сварить можно только с пареем и там и перетертые всякие разные это действительно вкусно но луки-порей и имеет одну особенность все этих надо рано так вот все таки где посеять луки сладкие вот эти чтобы получить головку то вот такую сладкую они вот такую вот и где посеять вот это все да конечно же в теплице в теплице до 10 апреля в нашем регионе и в таких же холодных как наш красноярский край до 10 апреля мы сеем лук семенами слышите меня и запомните 7 апреля благовещение каждый раз в это самое число это день когда начинаются сельскохозяйственные работы и открывается земля для того чтобы нас уже как-то сподвигнуть к тому что сеять надо а мы все ждем когда будет теплая земля да когда будет теплая земля ни один сивок у вас не даст корни вот оказывается это растение прохладных зон только в прохладе лук дает полноценную корневую систему кроме того что мы посеем луки крупноплодные сладкие до однолетнюю культуру которые хотим вырастить все рассадой все прекрасно растет сеять можно плотно мы посеем парей а еще мы с вами обязательно посеем луки которые дадут много зелени либо вы головки вот такие покупаете сивок либо покупайте семена салатного лука он так и называется весь лук на зелень но растет он достаточно медленно если его оставить в культуре зеленой с перьями под зиму не обрезая их на следующий год вы опять получите такой же чудесный зеленый лук кстати есть и красный и он немножко будет похож на лук батун то есть он не погибнет за два-три года он все время будет вырастать и давать вам зелень вот все почему-то считают что ой посеяла лук все осенью вырвала его больше не будет да будет потому что растения такие как луковые они очень и очень зимостойкие и не страдают от того что зима у нас суровая они страдают только от того когда в луке батун и в сентябре месяце под лысака взяли и постригли потому что вам так захотелось нет мои милые все что касается лука должно зеленью лука на зелень и батуна уйти с зеленью в зиму это его защита только тогда он у вас не погибнет услышали меня я надеюсь что да а теперь для тех кто торгует на рынке обратите внимание лук репчатый рыночный он так и называется он не даст огромный пучок зелени но при этом при среднем пучке зелени даст хорошую белую головку вот такую и конечно покупатель предпочтет именно ваш лук потому что есть луковка для супа а есть зелень для салата таких луков достаточно ведь и лук на перо но головка у него очень хорошая и еще запомните что лук он он немножко капризный он не любит когда рядом растение его закрывают он не любит когда вы начинаете щипать зелень а лук предназначен на головку если бы вы правильно это делали то есть брали перо и вместе с вот этой чешуей аккуратно сняли почти до донца вот тогда луковица не пострадает она тогда все равно образуется помните что будете поливать лук значит будет головка там 100 120 грамм ну 120 точно не будете поливать будет 100 грамм поэтому для тех у кого дачи без воды очень рекомендую все-таки ну как-то рыхлить почаще и лук у вас все равно вырастет главное чтобы не было соседей и не было посажено вот так все-таки расстояние между рядами соблюдаем правильно об этом поговорим когда будем высаживать значит среди вот представленных луков есть белые луки есть фиолетовые луки есть красные луки и опять повторюсь что это именно те луки которые будут защищать наш организм мало что сам лук любой защищает наш кишечник от образования всевозможных болезнетворных бактерий и вирусов так еще и цветные луки имея в составе своей этой шкурки в чешуе в свободных рубашках кстати в свободной рубашке еще и селен имеется в огромном количестве наш организм этого не вырабатывает а селен защитник от рака ботва морковки и чешуя лука только обладают этим веществом так вы просто помните цветные луки тоже нужны именно они защитники именно там антиоксиданты значит ранний посев если посадка головками всегда прохладная почва и это начало мая даже в нашем регионе и не надо ждать когда солнышко так прогреет почву что ваш лук посаженный в теплую землю он вам перо погонит а потом раз на бок изгнил а почему вырвать а там корней то нету да это все по природе вы не обманете природу она вас накажет вы ее точно нет но я хочу чтобы у вас все получилось послушайте моего доброго совета и же старая черепаха уже ну на этом я закончу всего доброго и до свидания и